Меня зовут Павел Петлинский, я программист, работаю в компании Rambler. Rambler & Co. это аудитория в 40 миллионов человек, более 50 различных изданий, сервисов и проектов. Всего в компании работает 1700 с плюсом человек, и из них разработчиков порядка 700. Цифры и числа прошлогодние, в этом году все больше. Так, у нас вот такая вселенная есть, громадная. Большинство почему-то думают, что Rambler это такой умирающий поисковик, хотя на самом деле это совсем-совсем не так. Языки технологий, которые мы используем, в Postgres и Squelch не входят. И если кого-то заинтересовало, то вы можете заполнить видео в Моя и отправить его по этим адресам. Кратко о докладе. Хочу сказать сразу, дисклеймер такой большой. Те, кто программирует на функциональных языках программирования активно много, те вряд ли что-то новое узнают. Доклад ориентирован на тем, у кого просто интересно, что же это такое. Идея доклада родилась в связи с такой историей. Регулярно в рамках общения с разработчиками сталкиваюсь с проблемой, что народ начинает говорить, а вот мы сейчас применим монады, и монады это… И дальше начинается все что угодно. Они там сделают код безопасным, быстрым, надежным, улучшенным. Не нужно будет тестов. Ну вот все. Каждый раз приходится что-то говорить на эту тему. В конце концов народ сказал, ну слушай, что ты там набрасываешь, давай возьми и расскажи, что же это такое. Окей. Дисклеймер. Доклад сложный. Содержит всякие стрелки морфизма, формализма, неологизма. Про прагматику, не про математику. Ну, там нужно чуть-чуть знать математики все равно. Соответственно, поехали. Экспликация. От лакинского экспликация объяснения, развертывания. Метод развертывания, раскрытия сущности того или иного предмета, явления через некоторое многообразие иных предметов и явлений. Легко сказать, там для людей, которые любят фундаментальный подход и научную общую работу, да вали, все, вот там есть пара пейперов, мы их сейчас прочитаем, все, разберемся, окей. Вот это скриншот википедии по списку литературы под теме теория категорий. Можете сделать себе фоточку на телефон и пойти почитать. Вот там, когда закончите, все. Либо в дурку, либо будете докторами наук. Ну и просто вот какое-то облако тегов по тому, что может быть затронут, если начать в этом фундаментально разбираться и фундаментально об этом думать. Такой подход кажется не очень хорош. А да, еще формализм и всякая зона написаны на таких шрифтах, в такой рамочке. Кроме этого, языки, большая часть примеров в докладе приводится на трех языках. Хаскель, как естественное, есть большие кавычки, среда обитания предмета рассказа. Пайтон, как язык, знакомый некоторым слушателям. Скала, язык, в котором эти сущности из обоих миров, ОП и функциональное программирование, как-то пытаются быть скрещены и существовать в одном пространстве. Окей. Быстро ответ. Монадов в теории категории, в категории С, это эндофунктур Т, С, С, с двумя естественным преобразованием. Монада может быть определенная через общее понятие моноидов, монодельной категории. Монада надмодельной категорией, это моноид монодельной категории эндофункторов НС. Если я это выговорил, это быстрый ответ, ну и вот второй, математично, алгебраично, все понятно, если всем все ясно, можно расходиться. Менее заумный. А, единственное слезь с КТ. Когда ты это читаешь, ты уже понимаешь, что где-то ты что-то потерял. И хочется каких-то более прагматичных объяснений и более прагматичных ответов. Менее заумное определение. Монада в функциональном программировании это абстракция линейной цепочки связанных вычислений. Ее основное назначение капсуляция функции с полученным эффектом от чистых функций, а точнее их выполнение от вычислений. Она описывается полимородным катейнером типов для выполнения с одним параметром. Стратегии поднятия значений в монаду и стратегии связанных с двух вычислений, второй из которых зависит от значения вычисляемого первым. Это определение кажется уже более понятным, но все равно у него стоит разобраться подробнее. Самое важное, что здесь есть. Я выделил балдом, что это полимородный контейнер. Полимородный контейнер типов с одним параметром. Есть некая стратегия поднятия значений в монаду и есть некое связывание двух вычислений. Традиционный бабушкин рецепт. Как собирается монада? Монада создается определением конструктора типа М и двух операций. Бинтлэн ритер. Бинарная операция — это функция одного аргумента. Ритерант описывается, возвращает, втягивает значение типа А в монаду М, то есть обрамняет его контейнером и возвращает монадичное значение МА. Бинарная операция — функция двух аргументов, Бинт. Принимает в качестве аргумента монадического значения МА и функцию А, которая превращает на монаду другого типа. Бинт разворачивается значение. обрамляет обрамленного вложенного вход в входной параметр м а и передать его фунтер а м б окей теперь немножечко так пособираем запчасти пардон и перемены дадим определение вообще что такое у нас если мы рима типах что такое тип перемен и перемена это то множество значения которое может применять перемены в хаске ли это будет на форму записи в скале чуть другая в питоне что здесь важно нету никакого понятно типов их нельзя но у нас есть топ хинтинг и вот можно вот так описать хорошо функции тоже всем поэта но что такое тип функции вот часто функционально перемены горит тип функции и функции определенным определяется типом возвращаем значение и списком типов и формальных параметров в математическом смысле это область определения область значений естественно какому-то понимание это тип функции это множество все функции преобразующих значения каких-либо типов в тот же тип 0 или в другой то есть это если у нас тип функции интим то это будет просто все возможны функции которые преобразуют из int в int определение функции можно записать здесь хаске ли в скале в питоне 11 а хорошо ведем функцию map или apply это функция будет принять два аргумента саму функцию которая будет применяться к значению кажется что это тривиально но вот эта идея это функция которая понимает каждый зачем аргумент другие функции с функции высшего порядка если добавить ему еще одно свойство то в принципе любой язык программирования становится функциональным языком это то чем вот часто в холиваров каких-то на руках то вот этот язык там функционально этот не функциональный этот поддерживаю функциональную парадигму этот не поддерживает если хотите понять поддерживает или нет но поймите собственно вот такую вещь рекурсия и помогут быть заданы рекурсивно то есть один из против в предупреждении тип может быть самому сам определяемый тип для если мы хотим построить список чисел то кажется что у меня есть всего два варианта два варианта это пустой список а нас ничего нету и список о том что то есть в том числе может быть и пустой список тем самым получаем рекурсию которая ссылается сама на себя если в хаске лет совсем короткое определение то в скале в по это не не побольше но они тоже к его нет на в целом следующий шаг поговорим про ну кажется что если можно построить список для чисел то опираться над ним они будут справедливы и для строк ну допустим получить голову этого списка или получить там все что осталось или или посчитать длину к этому количество элементов списке поэтому можно неким образом передать тип значений которые могут лежать в этом списке и связать 25 кадр параметрический полиморфизы к распространению и теории типов представляет свои свойства семантики систем типов позволяющие обрабатывать значение разных типов идентичным образом то есть исполнять физически один и тот же код для данных разных типов параметрический полиморфизм является истинной формой полиморфизма что важно вот кто весь я вы знаком там или то там есть допустим можно писать два метода с одинаковыми именами но принимающие аргументы разного но параметр разного типа это это оптимуршит естественно полиморфизм это как раз вот тот самый вообще рекурсия списка типов если можно построить такой рекорrites можно можем также построить рекурсию вида что у нас с каждый список может хранить другие списки другие списки другие списки другие списки делается это добавлением еще одно дополнительного элемента или также и курсивной форме определяется хорошо теперь вот имея весь этот аппарат кажется что можно построить такую смешную функцию которая будет делать совершенно простую вещь для списка списков списков чисел она будет просто брать и трансформировать схлопывать в такой плоский список это домашнее задание кажется что мы устроить совершенно несложно ведем тогда совместим функцию ту самую map или play и функцию флотен которая была так что показано сладик перед этим на первом шаге она будет применять лямбду контурную функцию которую нам передали каждому эту списку на втором его просто схлопывать такая вот простая вещь и она круче чеку она круче чем map потому что да что такое map потому что можно выразить функционал можно выразить число баб наоборот не получится если немножко поиграться то можно получить результат окей это были все в принципе запчасти чтобы построить монаду собираем все вместе согласно приложено схеме берем монады это контейнер соответственно что мы знаем из классического программирования что похоже на контейнер это всякий класс берем самый простой класс называемого сам делаем значение засовываем получим контейнер если мы что под контейнер был полиморфный то есть мы он мог применять там допустим какой-то момент строки фактом другой момент числа в третий раз там числа с плавающей точкой это будет полиморфный контейнер есть у нас то самое обобщенное программирование мы вводим дженерик и с ним живем следующая операция нужно ввести эту нам операция функция на орган аргумент альтерн который возвращает втягивает типа в монаду м во всех языках но а по языкам промерами это будет соответственно инициализация какая-то класс конструктор конструктор объекта запишем эти а конструкторы и тут же еще расширяю потому что хочу построить то что называется монады мэйбе когда есть два ин варианта если вычисление ничего не вернула или вернула что ты это вот контейнер хранит вот это вот самое что-то это будет два класса будет на класс нас на будет классом и у них есть общий предок общину который при попытке не станцирования будет вам взрываться с но там элемент террор хорошо теперь сложный ход функция связанные двух вычислений если прочитать определение то она принимает качестве аргументом какое-то значение ну и вот это все но если посмотреть на ее тот самый тип функции который записан то святые макароны то есть флэтмап функции бинт по сути это флэтмап запишем функцию механику и работы впишем класс проверяем для этих значений сам все будет работать и связываться для ну к сожалению у меня здесь не работает работает если посмотреть у нас было некое значение сам мы взяли применить к нему какую-то лямду которая просто берет и плюсует единичку а в другом случае теоретически нас что-то пошло не так мы вернули нас ну вот результаты механика работает это один монада обязанного и двумя функциями или методами конструктор который создать экземпляры функции или метод связанные которые принимают другую функцию для совершения операций на значение те самые если говорить про питон то это у нас были примеры с конструктором и нет из вот нам казалось бы здесь все но нет поскольку это математика математики любит подсовывать всякие законы и требует чтобы они исполнялись она соответственно утвердить трем законам left identity right identity и закон с ассоциативности чтобы понять смысл вообще этих законов суть здесь нужно понять что такой нейтральный элемент это просто такой элемент в множестве который будет как-то но можете все число он будет при применении операции сложения будет этом ответ будет 0 выговорил а если эти законы расширить до монад то он будет требование будет вот такого характера left identity у нас трансформируется в юнис фатма это дэнс в м фатма при ассоциативный закон играем членами райта дэнсти лоу попробуем сделать эту проверку и те кто знаком с питоном если внимательно посмотрят то кажется что ход корректный и все должно работать но нет и проблемы здесь не в том что мы что-то написали а в том что нам нужно дописать расширить сравнение посток мы допишем сравнение который будет поддерживать механику корректно то все будет проходить если закон ассоциативности проверить тот также все проходит и вот вывод номер два поведение функции функции объектов обязана следователем законам и тогда мы можем говорить что это монада вот в целом все вот на этом нас она думаю построили для этого нам понадобится нам 30 слайдов с небольшим и это первое монада ну то есть надо бы от раз ты но вот одну такую легко собрать где здесь засады если взять и начать что-то писать вокруг этого то в языках с динамической типизации очень быстро окажется что вы разработчик который не понимает что что он пишет вокруг чего он работает он может сделать некую цепочку в рамках которой у нас будет переписываться тип легко подставляться дальше и в данном случае у нас будет на выходе уже новым исключением потому что вот этот прокси фаншин она берет и преобразует ин строку из строкой мы там что-то делаем и никакого контроля в рантами у нас не осуществляется 1 то есть первое понимание которое это нужно знать что такое монады как не работают и об внимательно присмотрел порядка пяти очень популярных библиотек по питону в документации этого нигде не сказано какой же протокол и как и даже работать только в одной в исходниках я нашел в пойму над нашел вот такой комментарий с требованием как же это должна вся вести вообще окей посмотрим наяву 8 я у нас появился функциональное программирование там какие-то части и появилась такая штука к общему тут же по созвучию ее окрестили она дай и почему-то кто-то сказал хотя сами разработчики и архитектор языка этого не утверждали никогда сказал что вот это монада нет это не монада если внимательно посмотреть то есть она ведется очень похоже но поскольку у нас есть нау и это справедливо кстати для питона для динамической языковкой с но не не файл type system оказывается что этот нау то же самое легко ломает всю механику если вы какой-то момент делать спец обработки налов все у вас проблема законы не работают все ломается скала со скалы и чуть интереснее здесь уже кажется что это язык функциональный такой хорошие там то монады должны быть берем 2 функции 2 фьючер которые задают эффект фьючер я думаю всем все понятно это какой-то отложные вычисления который будет в будущем единственная особенность этих двух фьючер это то что у них есть сайд эффект какой-то если мы построим конструкцию определенную грамм бомба 2 фьючер будет делать при план хэллоу то в первый раз будет 2 у нас это эффект во второй только один и эта проблема потому что действительности у нас нарушается то самое правило идентичности что как только мы пытаемся сравнить два эффекта то что у нас будет в левой части уравнение не будет равно того что вправо это связано с прятками цилизации ленивости нету фьючер все так и и верно и последняя часть был ли мальчик вообще-то если вспомнить то с чем мы начинали там был такая такое утверждение что монады это до фунтер над категорией и вот математики задались вопросом а если вообще эта категория в хаске и есть большие работы попал с попытками с попытками вывести в хаске ли эту самую хас категорию определить то что то что сейчас хаске лежит называется манатами она им не дует далее и оказывается что у нас есть вот мы взяли самые простые языки самый там навороченный какой-то который есть в котором в массовом сознании монады ассоциирует ассоциируются и оказалось что монады то общем это что-то странное и так естественно средах обитания на то есть враги спецификации языка рантаем и сады лип или ваш собственный код список часто употребляемых монад и общие выводы монады в прагматичном понимании это не про математическую зону а про править про поведение если вы начнете сильно пытаться вот работать с этим как с фундаментальным знанием то очень быстро скажетесь в пуризм и пуристы конечно и право что там хаск пытаются есть еще что-то сделать но практического эффекта вы не получите вопрос нужно знать ограничение который вы имеете вашим на тайме или вашей библию то есть кто как вы с окружающими взаимодействовать чем слабее языковая среда смесь спецификации языков рантайма стандартной библиотеки назначены для контроля и поддержания подобного поведения тем легче аж парить ноги это думать ревиальное утверждение и внимательно понаблюдая за признаками поведения может сказать может ли я лать в общем и владать ли в конкретном исполнении этот код свойствами поведением монад то есть одна из задач это чтобы вы могли примерно посмотреть на код сказать а это кажется похож на монаду это демон ну не похоже вот здесь она была а потом перестала себя так вести на этом кажется что все вопросы ребят есть вопросы вот вы сказали вначале то что обычно идет то что вот мы давай монады это будет безопасно это будет быстро и так далее да это такой общий миф вообще такие слова потом все это шло математическое определение так в общем то для чего вот например все таки нужно использовать монады что они все таки дают а вот а мы на каком-то языке программирует пишите наяве там есть такое понятие фабрика есть но такой паттерн прекрасно а зачем нужна фабрика что он дает это абстракция это то же самое это абстракция при на абстракции протокол как можно строить программы как они взаимодействуют ну как можно описать взаимодействие разных частей программы в первую очередь в хаскель это понадобилось на математику чтобы скрывать побочный эффект ну потому что хаскель языка промыть обновлены придуманы математиками вот а потом уже идея о том что мы скрываем побочный эффект превратилась в трансформировалась масса сознания в мысль о том что а вы знаете наверное это теперь все защиты и такая панацея вот в принципе это изначально протоколе просто как отделить одно другого спасибо еще один вопрос здравствуйте спасибо за троллинг и отказать за доклад вот такой вопрос граммлер где-нибудь почему надо используется в принципе там а на каких языках на скале на скале хаскель у вас нету только в под проектах понятно а если эти свойства то есть чтобы была какая-нибудь конструкция именно монады она именно эти свойства должны поддерживаться на уровне языка например вот как ну в стримах например в я узких там в reduce прописано это в документации но ограничение нету на то чтобы было нейтральный элемент был именно нейтральным чтобы было ассоциативно там просто напишу что вот нам делать так и тогда у вас будет все хорошо можно считать что это монада если просто этот человек от правильно использует все так вот об этом и вещь что если рандайм не не дает инструментов или архитектор или те кто писал этот рандайм не сделал что был какой-то контроль то дальше только ваше знание позволяет вам удерживать все на полу и тогда да тогда можно об этом говорить что вот мы так работали все делали это вот все себя ведет как монада нас что-то крякает как утка это утка но если в какой-то момент пришел другой программист что-то поломал то но тут же перестала быть здравствуйте а если какие-то официальные соглашения по описанию именно моноидов не знаю там же должны быть какие-то что-то вроде результат выполнения той или иной функции так далее чтобы они дальше в цепочке могли спокойно передаваться выполняться и так далее если какие-то официальные там документации как это все описывать или все это на соглашениях там каждый для себя решает но вот в тех я сварить пропитать на библиотеке то там вообще в разбота шатания некоторые начинают вводить мех но механику пишут как я написал чисто для примера некоторые прям начинают с моноидов из аппликатива функтора и строить всю цепочку насквозь если такие варианты там это вообще под каждый как хочет так и бродит при этом там есть как некоторые пытаются расширять синтаксис увидел как хаскин синтаксис некоторые делают через бин там юнит в общем полный разбор шатание если говорить про там скалом то есть нандартно да у них приняты flat map там и конструктору и все в принципе нет подводных камней а дальше система типов она все проверит ну что возможно ответил все вопросы кончились всем спасибо тогда ты павел спасибо большое вам за доглад